Юрию Петровичу 72 года. Стукни ног ему ампутировали год назад. Обморозил их, когда посреди зимы искал место для ночлега. В Ноябрьск он приехал в 1977 году. Работал строителем. Была семья. Жили здесь, в доме 9 по улице Цоя. Когда дети, двое сыновей подросли, развелся с супругой. Тогда и начались беды. Бывшая жена должна была выплатить деньги за долю в квартире. Но все пошло не так. Пару копеек мне высылал, на эти копейки. И все. На этом мы расставились. Я приехал сюда, остался без квартиры и без денег. Шанс встать на ноги у Юрия Обмосова появился, когда город предоставил ему квартиру в поселке Ближнее СМП. Правда, в 2013 году за неуплату коммунальных платежей суд обязал квартиросъемщика покинуть дом. Водка у меня в данный момент все время была. Водка. И поесть у меня было. Строение снесли, как непригодное для жилья. Там же под завалами остался и паспорт. Юрий Петрович стал бомжом. Ночевал где придется, даже на улице. Так и обморозил ноги. В больнице на соседней койке лежал Эдуард Колесник. Молодой человек потерял пальцы рук. Общая беда сблизила. Каждый бы, может быть, задумался, что, а если я в такую еду попаду, куда я пойду? Человеку некуда просто идти. Он один здесь в городе. Эдуард поселил Юрия Обмосова в своем вагончике. Тропинка, ведущая от вагончика дяди Юры к воротам, изворотливая и терниста. Два поворота и снежная колья длиною в 40 метров. Их надо проползти или пройти на коленях. Этот сложный путь, словно метафора, к последней в жизни Юры цели. Возвращение на родину в Белоруссию. У Юрия Петровича сейчас есть паспорт, прописка и пенсия. Пожилой человек подсчитал, что сможет на ямальскую пенсию неплохо устроиться в Белоруссии. И даже побаловать единственную внучку. За эту пенсию можно снимать какое-то жилье, оставаться на продукты, на одежду. То еще и внучка, внучка у меня есть, и внучка еще что-нибудь купить. Останется только оформить инвалидность для того, чтобы потом сделать протезы. Потому что если нет инвалидности, протезы бесплатно не делают. Собирать документы Юрию Абмосову помогает Наталья Лужанская, председатель общественной организации «Вера, надежда, любовь». Прежде всего надо встать на протезы, считает Юрий, и начать ходить хотя бы на костылях. А потом уже искать белорусские адреса внучки и старшего сына. Из самых близких в живых остались лишь они. Руслан Чулпанов, Ярослав Кудренок. Программа «Время и мало». Ноябрьск.